Иисус, зачем ты приходил в наш мир? Что изменилось после того, как ты умер на кресте и воскрес из мертвых? Если все-таки изменилось, то почему многие люди не ощущают этого, глядя на окружающий мир? И еще, Иисус, все то, что происходило с тобой 2000 лет назад, как это может помочь мне сегодня? Привет, родные! Не знаю, как вы, а я очень люблю весну. Распускающаяся зелень, звонкое пение птиц, теплый легкий ветерок веет тебе в лицо. Тебе не нужно одевать толстую громоздкую куртку. Люди с прекрасным настроением врываются на улицы, чтобы устроить пикники с друзьями. Подумать только. Буквально несколько месяцев назад здесь лежал вот окенный слой снега, а с крыш домов свисали огромные сосульки. И тебе, в принципе, не хотелось долго находиться на улице из-за мороза. Да, есть что-то по-настоящему революционное в приходе весны. Жизнь будто пробивается отовсюду, напоминая о себе. Хочется вдыхать этот аромат, а холод и смерть отступают. Ну да ладно, давайте отвлечемся на секунду от всей этой красоты и подумаем вот о чем. Номинально мы живем в христианской стране, однако сталкиваемся с серьезной проблемой. Когда смотрим на окружающий нас мир, на образ жизни современных христиан, то создается впечатление, будто 20 веков назад ничего особенного не происходило. Как будто бы Иисус не приходил на нашу землю, и она осталась абсолютно прежней. Это одна из серьезных причин, почему люди отказываются верить в Бога, принимать Его в свое сердце, а также они верят в реальность смерти и воскресения Иисуса. Однако, чтобы современный народ не думал о тех событиях, которые происходили тогда со Христом, какой бы смысл не вкладывали в них, апостолы, авторы новозаветных книг имели четкое видение той ситуации. Они верили, писали и возвещали о том, что в ту пятницу, когда Иисуса из Назарета распяли на кресте, произошло кульминационное событие, произошла настоящая революция, после которой мир стал абсолютно иным. Почему? Давайте разбираться. Прежде чем перейти к Священному Писанию, давайте кратко опишем три составляющих, которые характеризуют любую революцию, чтобы нам понимать, почему именно революция, а не что-то другое, произошла в ту мрачную пятницу. Надежда на лучшую жизнь. Любая революция возникает на почве того, что люди ощущают себя несчастными и жаждут лучшей жизни. Свержение действующей власти. Никакие радикальные перемены не могут наступать в стране, где правит жестокий диктатор или же просто некомпетентный человек. Поэтому нынешняя власть должна сложить в себя полномочия. Наступление долгожданных перемен. Пожалуй, на этом пункте и захлебывается подавляющее большинство современных государственных революций. Лидеры, обещавшие людям перемены и лучшую жизнь, как правило, когда приходят к власти, сами оказываются неспособны решить насущные проблемы людей. Поэтому революций происходит много, но счастливых людей от этого больше не становится. Теперь мы перейдем непосредственно к истории Иисуса. Первое, на чем хочется сразу акцентировать ваше внимание, крест не существует в отрыве от всего остального, что мы читаем об Иисусе. Он является логическим завершением того, что начинается. А начинается следующее. После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся в Галилею, возвещая благую весть Божию. Он говорил, «Настал час, приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и верьте вести благой». Слова Иисуса, записанные на страницах Священного Писания, являются по-настоящему революционным заявлением. Его революция начинается с того, что Он возвещает весть о Царстве Божьем, которое должно скоро открыться. По-видимому, совсем скоро. Для тех, кто не в курсе, Царствие Божье – это власть Бога, Его правление, которое несет радость и гармонию существования Его творений во всей Вселенной. Читая первые главы Библии, мы видим, как Бог создает человека по образу и подобию своему и наделяет их властью над всей землей. Замысел Бога состоял в том, чтобы управлять нашим миром через человека, являя всем живущим свой образ и царство. К сожалению, мы с вами прекрасно знаем, что эта власть была хитростью отнята у Адама и Евы, змеем в Эдемском саду, под маской которого скрывался падший херувим, называемый в Библии также дьяволом и сатаной. Змей обманул первых людей и поработил наш мир своему правлению, плоды которого нам хорошо известны. Голод, эпидемии, стихийные бедствия, бесконечные войны, да и сама смерть, к которой мы, похоже, привыкли больше, чем должны были. Так вот, возвращаясь к словам Иисуса, мы отмечаем, что с самого начала своего служения Он твердо заявляет, «Узурпаторской власти змея пришел конец, и Царство Божье готовится открыться среди людей. Бог снова станет править своим народом и всем миром». Поэтому, когда мы читаем дальше, то видим, что Иисус как бы расставляет перед людьми знаки грядущего Царства. Я не сомневаюсь, что большинство из вас хорошо помнит деяния нашего Господа, но давайте коротко перечислим их. Иисус исцеляет людей от любых недугов, даже от самых тяжелых. Бывает, что одного Его прикосновения или даже сказанного слова достаточно, чтобы человек стал полностью здоров. Иисус встречает и освобождает множество людей от динамической власти. Иисус поднимает мертвых. Для современного человека это звучит действительно невероятно, но даже сама смерть отступает перед Иисусом, перед властью того Царства, которое Он принес Собой, чтобы оно было и на земле, как на небе. Иисус также совершил несколько удивительных трапез, когда всего из пары хлебных лепешек и сушеных рыбок Он устроил серьезный ужин для многих тысяч человек. В одной истории это было как минимум пять тысяч, в другой – четыре тысячи участников трапезы. Многие внимательные читатели Евангелии задаются вопросами, что здесь происходит, зачем это все нужно, что этим всем Иисус хочет сказать наблюдающим очевидцам. Евангелист Марк уже ответил нам, это Царство Божье, которое Иисус пришел установить, это начало революции, которую Он пришел совершить. Но сами эти действия не могут совершить революцию, они лишь указывают на нечто, что последует за ними, на нечто великое и невероятное. Не знаю, задумывались ли вы об этом раньше, но когда читаешь Евангелие, то возникает несколько странное ощущение. Иисус начинает возвещать о Царстве, и где бы Он ни появлялся, вокруг Него сразу образовывалось огромное количество больных, а также одержимых бесами страдальцев. И вот, когда перечитываешь все эти эпизоды, в особенности об одержимых, то невольно задаешься вопросом, откуда их так много берется? Кажется, что в те годы в Галилее почти каждый был, если не одержим демонами, то как минимум тяжело болен. В наше время мы также можем сталкиваться с теми, кем явно овладели темные духовные силы. Однако все же стоит признать, это происходит не так часто. Но когда мы видим Иисуса, то создается впечатление, что всюду, куда бы ни ступила Его нога, всюду одна тьма, кругом следы греха и той порчи, которой подверглась творение, всюду зловонный запах смерти, и все это отступает перед Иисусом. А на месте Его следов вырастают цветы Эдемского сада и новые реальности Царства, которое Его окружает. И здесь стоит добавить следующее. Многие люди, читая о том, как Иисус приносит избавление от зла в жизни тех, кто встречается Ему на пути, полагают, что сам Иисус это нечто вроде персонажа из киновселенной Марвел, такого себе супергероя, который по щелчку пальца решает все проблемы, и ему это ничего не стоит. Однако я хочу вас настроить на несколько иное понимание происходящего. Здесь все было намного сложнее, в том числе для самого Иисуса. Сейчас мы прочитаем следующий библейский отрывок, и вы сами все поймете. С наступлением вечера привели к Иисусу множество одержимых бесами. Он словом своим изгнал духов и исцелил всех больных. Это произошло во исполнение сказанного через пророка Исаию. Он взял на себя немощи наши и прочь унес наши болезни. Если вы обратили внимание, то Матфей здесь цитирует 53 главу книги пророка Исаии, где рассказывается история о загадочном рабе Божьем, который своей смертью избавляет народ Израиля от его боли и грехов. Как правило, мы понимаем эти тексты как тексты о кресте Иисуса и прощении. Однако здесь Иисус еще ходит по Галилее как целитель и избавитель. Но Матфей уверяет, посмотрите, это пророчество Исаии исполняется на ваших глазах. Иисус забирает на себя всю нашу боль. Он не просто куда-то уходит, нет, Он на Себя берет последствия и страдания тех людей, в которых сидели бесы и которых Он теперь освобождает. Он на Себя берет болезни и недуги, которыми страдали люди. Он на Себя вытягивает ту смерть, которая уже успела кого-то обнять. Но когда пришел Иисус, вынуждена была отпустить. Поэтому все, что происходит с Иисусом, абсолютно не случайно. И ответ на вопрос, почему вокруг Него так много зла, заключается в том, что Он действует как магнит, приходя на землю и притягивая к Себе все зло этого мира. Поэтому оно и окружает Иисуса, где бы Он ни был. И Он, вбирая Его в Себя, словно губка дает людям исцеление. Мы не читаем о Его переживаниях, мы лишь видим, что Он частенько уходит ночами и молится, прося убога силы. Ему непросто. Еще затемно Иисус встает молиться, потому что Он истощен, потому что из Него выходит исцеляющая сила, а взамен к Нему приходит нечистая сила, однако же немогущая властвовать над Ним. И Он каким-то образом ходит с этим. Он носит все это в себе до определенного момента. В свое время эту евангельскую идею попробовал передать писатель Джон Толкин в своем знаменитом произведении «Властелин колец», создав персонаж Фродо Меггинса, несущего на себе зловещее кольцо Саурона, чтобы затем уничтожить его. Когда читаешь библейские рассказы об Иисусе, трудно не заметить, что вокруг Него все не так радужно. За Ним то и дело наблюдают. То фарисеи и книжники приходят из Иерусалима, чтобы посмотреть на молодого пророка из Галилеи, который совершает небывалые дела. То им заинтересовался Ирод, то уже сами первосвященники обратили на Него внимание. И, наконец, личностью Иисуса заинтересовался римский прокуратор. В итоге мы видим, как все, кто только может, и кто раньше был во вражде между собой, идут на примирение и объединяются против Иисуса, чтобы прибить Его к римскому кресту. Что здесь происходит? Что нам хотят сказать евангелисты, когда мы читаем все это? Ответ лежит на поверхности. И это именно то, о чем мы только что говорили. Иисус как магнит притягивает и вытягивает на Себя все зло этого мира. Он должен взять на Себя всю Его тяжесть, чтобы истощить Его силу. И в этом весь смысл креста. А также логическое заключение той вести о наступающем царстве, которую Иисус провозгласил в начале Своего служения. Итак, на кресте происходит исполнение слов Иисуса о грядущем Царстве Божьем. А теперь давайте перенесемся непосредственно к событиям распятия Христа. Полдень покрыла всю землю тьма, и стояла она до трех часов пополудни. А около трех часов возвал громким голосом Иисус. «Или, Или, ломасся в охвани! То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Опять возопив громким голосом, и спустил дух. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье Его, вошли во святый град и явились многим». Сейчас не время размышлять о том, кто именно были те люди, которые вышли из гробниц, но стоит внимательно присмотреться к тому, что происходит на кресте, потому что это не только кульминация всего служения Иисуса, но также кульминация всего существования Израиля и кульминация всей библейской истории от самого Его начала и до конца. Мы уже говорили о том, что с самого начала над Иисусом словно собирается грозовая туча, она сопровождает Его на всем пути, и когда Он приходит в Иерусалим, на Него обрушивается буря и ураган невероятной силы. Наш Спаситель сталкивается не только с враждебностью всех представителей власти и учителей закона, тогдашних церкви и государства. Он сталкивается еще и с представительством ближайших учеников, ведь не только Иуда предал Его, но когда Он был схвачен в Гельсаманском саду, все ученики оставили Его и бежали. Иисус остался один на один с властью тьмы, Он остался один на один с дьяволом, грехом и смертью. Возвращаясь к сцене распятия по Евангелию от Матфея, мы можем обратить внимание, что тьма покрывает землю. Я хочу сказать вам следующее. Евангелисты были не так просты, как может показаться, поскольку писав рассказы об Иисусе, они наполнили их множеством образов и деталей, которые имеют важный богословский смысл. И этот смысл нельзя упускать. Конечно, первые читатели легко могли уловить его, а вот нам с вами приходится отдельно останавливаться, чтобы отмечать некоторые детали. Итак, что же значила эта тьма, которая окутывает сцену креста? На самом деле, это не так сложно разгадать, ведь мы уже дважды сталкивались с тьмой на страницах Священного Писания. Тьма окутывала всю землю, когда Бог творил наш мир, когда Он творил новую жизнь из ничего. Тьма покрыла Египет, и это было одним из последних предзнаменований того, что Господь скоро избавит свой народ, и рабству придет конец, что Он великий Бог, который пришел забрать своих. Друзья мои, именно это и происходит. Тьма, которая покрывает крест, землетрясения, расколовшиеся скалы, открывшиеся гробницы и воскресшие праведники, разорванная завеса в храме, все это говорит нам о том, что произошло нечто великое и невероятное. И даже если прямо сейчас еще ничего не ясно, то вскоре мы поймем последствия происходящего, потому что началась революция и новая эпоха существования человечества и всего мира. Событие креста сообщает нам, что грядет новое творение и новый исход. Только на этот раз Бог освободит своих людей от совсем другого рабства. Теперь, когда у нас есть неплохая база из евангельских рассказов, мы можем перейти к вопросу о том, что произошло с нашим миром, когда Иисус умер и восстал к новой жизни на третий день. Темные власти этого мира побеждены. И здесь сразу же хочется обратиться к посланию апостола Павла к колосянам, где записаны емкие, но невероятно мощные мысли о том, какой смысл имеет крест. Обезоружив правления и власти и выставив их на всеобщее обозрение, он восторжествовал над ними на кресте. Вначале мы говорили, что ни одна революция не может быть осуществлена без того, чтобы действующая власть сложила себе полномочия и ее место заняла другая. Именно об этом здесь апостол Павел говорит нам. Темные власти этого мира были побеждены на кресте. Произошла революция. Честно говоря, когда читаешь это место, то ощущается некая ирония апостола Павла. Ведь он пишет, что Иисус обезоружил или, ближе к оригиналу, отнял одежду у правителей и выставил их на всеобщее обозрение. Но мы с вами знаем, что в реальности все было наоборот, потому что раздели как раз таки Иисуса. Отняли у него все, что у него было и выставили на всеобщее обозрение именно его. Однако в этом и была главная ошибка сил тьмы. Ведь Иисус пришел для того, чтобы взять на себя тяжесть зла всего мира и та грозовая туча, которая собралась над ним. Да, она поразила его, но затем она рассеялась и проблески света Царства Божия явились в нашем мире. Зима отступила, подул теплый ветерок и на деревьях начали распускаться листья. В воздухе запахло весной. Власти тьмы были побеждены. Эту евангельскую идею прекрасно проиллюстрировал христианский писатель Клайв Льюис в своей книге «Лев, колдунья и плотяной шкаф» из серии сказок Хроники Нарнии. И в связи с тем, что бытует множество ошибочных интерпретаций событий креста, хочется сделать небольшое отступление. Отметим, что в Евангелиях, как и во всей остальной Библии, мы не читаем о Боге, который настолько разгневан на наши поступки, что Он просто не знает, куда излить свой гнев. Как вдруг появляется Иисус, который заступается за нас, подставляет свое плечо и Бог сокрушает его вместо нас. К сожалению, некоторые христиане именно так представляют Евангелие и рассказывают его другим. Нет, мы совершенно не находим такого в Библии, но мы читаем о Боге, который готов отдать самого себя полностью. Вначале сложить с себя все властные полномочия, потом воплотиться и стать одним из нас, вытянуть на себя все зло этого мира и унести его в пучину смерти. Вот о чем мы читаем. Мы читаем о любящем Боге, который настолько возлюбил нас, что отдал Иисуса ради нашего спасения. Давайте не будем навязывать Библии идеи, которых там нет. А еще одном важном изменении, которое произошло в нашем мире, мы читаем следующее. Иисус подошел и заговорил с ними, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Эти слова Иисус говорит ученикам уже после того, как Он воскрес, и это очень важный момент, поскольку до этого Он не говорил ничего подобного. Как уже было сказано, когда мы читаем об Иисусе, то нам кажется, что мы просто читаем о Боге, который ходит по земле и решает все проблемы, словно супергерой из комиксов. Однако в Библии записана несколько иная история. Она о Боге, который воплотился и жил как человек, и Он пришел сюда сбросить ту узурпаторскую власть, которая держала здесь людей в своем плену. Поэтому после воскресения Иисус как бы говорит своим ученикам, «Вот оно, то, ради чего Я пришел». Царство Божье наконец зарождается на земле, как на небе. Слова Иисуса «Мне дана вся власть» означает, что Он станет тем вторым Адамом, который будет править в нашем мире. Важно понимать следующую вещь. Поскольку проблема произошла не в Боге, а внутри творения, то и решить эту проблему Бог должен внутри самого творения. Итак, еще раз, данные слова Иисуса означают, что власть Божья восстановлена. Появился новый Адам, и он начинает собирать своих подданных по всему миру, потому что Он новый Царь, Мессия Иисус. Библия говорит нам, что власть у дьявола отнята, и мы нисколько не должны в этом сомневаться. И сколько бы мы не видели вокруг разного рода бедствий, нам стоит помнить, что власть у сил тьмы уже забрана в наши дни, просто ей позволено еще какое-то время действовать, чтобы раскрыть всю порочность греха, а затем покончить с этим раз и навсегда. Итак, после того, как мы сказали о том, что Иисус сбросил сатанинскую власть и Сам стал владыкой в нашем мире, мы переходим к следующей перемене. Важно отметить, что сказал Иисус, когда учил Своих учеников молиться. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Царство Божье всегда имело целью быть установлено на земле. Апостол Иоанн, или вернее сказать, Сам Иисус в книге Откровения называет его новым творением. О новом небе и новой земле возвещал еще пророк Исаия, и оба они согласны в том, что по замыслу Божьему наш мир ожидает большие перемены. Итак, новое творение должно было пробиться именно здесь, поэтому нам будет вдвойне интересно услышать, что по поводу воскресения Иисуса говорит апостол Павел. «Но воистину воскрес Христос из мертвых, и это было начало». Мы можем сказать только «да» и «аминь». Воистину, что-то удивительное началось. Произошла революция, и мир перестал быть тем местом, каким он был раньше. Скажем иначе, после того, как Иисус умер и воскрес с нашим временем, пространством и материей, что-то произошло, что-то, чего раньше никогда не было. Появилась какая-то новая жизнь, которая в итоге покорит себе все. Что интересно, в оригинале здесь используется греческое слово апархе – начаток, первый сбор урожая или лучшая доля плодов. Сам Иисус сравнивал приход царства с жатвой, и апостол говорит, что первый росток нового творения уже взошел. Вот как авторы Нового Завета понимали выход из пустой гробницы Иисуса в первый день недели. Мысль о том, что крест Иисуса породил новую форму жизни, достаточно ясно выражает тот же Павел, но уже в послании к Галатам. «Со мной уже не случится того, чтобы я стал хвалиться чем-то еще, кроме Креста Господа нашего Иисуса Христа, которым мир для меня распят и я для мира. Потому что ничего не значит обрезанным быть или необрезанным, нужно только стать новым творением». Таким образом, воскресшим и неподвластным более греху и смерти теле Иисуса родился новый мир Божий, новый прототип жизни, которая начинает множиться и расти по всей земле. К тому же стоит добавить, что апостол Иоанн видел обновленный мир, где уже нет болезней, страданий и смерти, и все эти перемены произойдут после возвращения Господа Иисуса на облаках небесных. Павел же пишет о том, что новое творение уже началось, оно живет в каждом человеке, который поверил в Евангелие, посвятил свою жизнь Иисусу, и Бог обновил его сердце. Но это еще не все. Давайте вновь вернемся к посланию к Коринфянам. «Ибо царствовать Ему надлежит до тех пор, пока не повергнет Он всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть». Вы обратили внимание? Иисус уже правит, говорит апостол. Он изображен здесь как тот, кто стоит у истоков революции, которая покоряет себе все в нашем мире. Все очаги сопротивления угасают, и однажды наступит момент, когда даже последний враг будет уничтожен. Тот враг, который, по сути, уже побежден, это смерть. И тогда наступит конец, когда Он, упразднив всякое иное начальство, всякую иную власть и силу, передаст Царство Богу Отцу. В последнем тексте Иисус, окончив подавление темных сил, поступает именно так, как всегда должен был поступать Адам. Он передает власть Богу, и дальше уже правит от Его имени. Итак, мы с вами живем в момент, когда Иисус уже правит, когда революция уже идет полным ходом, и нас приглашают стать участниками этого невероятного движения. Друзья, мы с вами являемся повстанцами Креста Христова, и мы призваны распространять жизнь нового творения всюду, где бы мы ни были. Для того, чтобы ясно понять это, достаточно просто обратиться к этой же 15 главе первого послания к Коринфянам и прочитать текст, который заканчивает размышления Павла о воскресении. Казалось бы, произошли такие великие события, которые невероятно вдохновляют жить дальше, и апостол должен закончить эту речь словами наподобие. В общем, друзья, это очень добрая весть, поэтому утешайте друг друга этими словами, живите этой надеждой и радуйтесь. Но он говорит совершенно иначе. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Дорогие христиане, есть определенный труд, который нам нужно совершить. В этом весь смысл. Израиль не мог осуществить то, ради чего был призван нести свет этому миру. Главной причиной этого были темные власти, которые держали в плену народ Бога. Однако приходит Мессия, и Он одолевает грех, смерть, дьявола, его демонов. Он отнимает у них власть, и наступает весна, эра нового творения, когда мы можем собраться под знамена Иисуса и нести весть жизни в мир так, как этого никогда не мог сделать Израиль. Поэтому, если кто-нибудь спросит у вас, изменилось ли что-то, когда Иисус умер и воскрес, вы можете ответить Ему, что очень многое изменилось, потому что наш мир стал иным местом. Да, Он все еще страдает, но творение уже знает, что Иисус воскрес, и с нетерпением ожидает своего обновления. Знаем мы, что все сотворенное Богом стинает и словно природа хмучается до сих пор. И не только оно, но и мы, кому дан дух, как первые плоды грядущей жатвы, стонем в душе и томительно ждем усыновления, ждем освобождения от смерти. А теперь обратим внимание на слова Иисуса, которые Он говорит Своим ученикам сразу после того, как заявляет, что стал владыкой нашего мира. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Иисус говорит нам, что поскольку в мире появилась новая власть, об этом должны узнать все. Ведь люди, которые не знают, что произошло, все еще находятся под властью сил тьмы, и те ведут их в погибель. Все они могут быть спасены, если мы придем к ним с радостной вестью об Иисусе. Наверное, поэтому мы читаем в Деяниях о том, как апостол Павел горячо стремился попасть в Рим, где обитал Цезарь, считавший себя правителем тогдашнего мира, чтобы возвестить и ему о новом императоре, а также призвать его присягнуть на верность Царю Иисусу. Итак, давайте попробуем очертить логику авторов Нового Завета, когда они рассказывают о событиях, которые приключились с молодым плотником из Галилеи. Благодаря своей смерти и воскресению Иисус совершил настоящую революцию. Царство Божье прорвалось в наш мир первым ростком нового творения в воскресшем теле Иисуса, и теперь у нас много работы. Вот к какому выводу подталкивает нас Библия, и вот что все это значит для нас сегодня. Обратите внимание, Иисус говорит нам, что Он всегда будет рядом, и такие слова из уст того, кто победил смерть, внушают доверие. А если с нами рядом находится Иисус, то, пожалуй, мы можем больше, чем нам кажется. Его силой мы можем гораздо больше. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Здесь можно было бы закончить, но для еще большей мотивации напоследок давайте вместе возобновим в памяти еще один эпизод, который придаст нам смелости действовать в этом мире от имени нашего Господа. Помните, когда Иисус умер, все разошлись по своим домам. Никто и представить себе не мог, что в действительности произошла революция, которая изменит этот мир навсегда. Однако, первые плоды этой революции можно было наблюдать уже на третий день. Мы с вами видим двух из учениц, пришедших к каменной гробнице для того, чтобы воздать почести своему Учителю и похоронить его подобающим образом. И когда они приходят на место, мы вновь видим знамения, которые говорят о наступлении чего-то нового и великого. Происходит землетрясение, и с неба сходит ангел. Мы также видим гробницу, которая была заперта тяжелым камнем. На ней стояли печати, ее охраняли стражники. Друзья мои, это именно то положение, в котором мы с вами существовали раньше. Мы жили в темнице дьявола, греха, смерти. Причем они стояли, как три стражника, стерегущие темницу и не выпускающие никого оттуда. А вход наш был заперт настолько тяжелым камнем, что мы никогда не смогли бы отодвинуть или выбить его своими силами. Но приходит Иисус, отодвигает этот камень и говорит нам, «Выходите на свободу, попробуйте зажить жизнью по-настоящему, станьте плодоносными деревьями в моем новом саду, потому что наступила весна, и я дарю вам новое творение прямо сегодня». Именно это мы здесь и видим. Матфей обращает наше внимание на стражников, которые символизируют силы зла этого мира, которые правили и стерегли нас в узах, в смертельных оковах. «Посмотрите», — говорит евангелист, «что происходит, когда Иисус воскресает?» «Они упали перед славой Его воскресения и перед ангелом, который пришел возвестить об этом. Они рухнули на земь и даже не поднимают своих глаз. Они боятся. Их время кончилось, и они больше не представляют для нас опасности, если мы с Иисусом. Они не могут больше ничего сделать». Почему некоторые ученики Иисуса до сих пор боятся их? Пожалуй, нам стоит оставить страх. А вот тем, кто противостоит царству Иисуса, как раз им и нужно бояться. Итак, ангел говорит людям, «Не бойтесь, посмотрите, что произошло, внимательно исследуйте могилу, зайдите туда и вы поймете, тела там нет, потому что новое творение стало реальностью и наш мир стал иным местом. Смело исследуйте, вникайте в произошедшее и не бойтесь тех, кто стоял раньше на страже, они побеждены». Полагаю, что этот отрывок актуален как никогда для нас с вами сегодня, когда мы живем в непростые времена, ковид-19, который одних утомил, других одолел, а христиан методично убаюкал, напрочь заглушив веру у некоторых. Церкви приуныли, кто-то перестал посещать свои собрания, потому что YouTube стал удобным местом, где в любой день можно послушать Слово Божье. А зря, ведь, идя на церковное собрание, ты, по сути, идешь навстречу повстанцев Иисуса, где тебя не только вдохновят и поддержат, но и окажут направление, где нужны твои помощи и участия. Другие из нас боятся свидетельствовать, да и все мы видим, что теперь у нас нет таких возможностей для благовестия, которые были до наступления пандемии. Что тут скажешь? Опасность заразиться действительно существует, и всем нам необходимо соблюдать осторожность. Однако сегодняшняя история говорит нам, укрепите ваши руки, ноги и ободритесь. Не бойтесь, ангел говорит нам, «Иисус воскрес!» Все эти силы, которые вам противостоят и пытаются запугать вас, все они на самом деле побеждены. Быть может, действующие от их имени не знают этого, но это не меняет факта смерти и воскресения Иисуса. Поэтому пробудитесь, осмотритесь вокруг, и вы найдете множество возможностей продолжать нести весть спасения. Наполнитесь энергией, надеждой, революционным духом, который дает нам Священное Писание в истории Христа. И пусть твоя личная история станет частью истории самого Иисуса. Спасибо огромное всем, кто досмотрел это видео до данного момента. Друзья, напишите в комментариях, что думаете по поводу услышанного. Ощущаете ли влияние революции Христа в вашей жизни? Или считаете, что это все лишь плод воображения молодого христианского блогера? Обязательно делитесь нашим видео с друзьями, пускай как можно больше людей услышат эту потрясающую весть. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного, вдохновляющего. И главное, никогда не забывайте, что с Богом реально круче. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok